привет друзья подписчики моего канала просто зрители буквально час назад приехал я с рыбалочки и поймал вот этого красавчика дикого сазанчика и думаю он еще живой идет в том шире если его чешую снял и давайте хочу вам предложить еще другой интересный рецепт не только что его придумал экспромт будет вкусно и попробуем из него приготовить фаршированного сазана пока сазанчика оставляем сторону но пока нам не нужен подождет своей очереди для начала нужны всевозможные овощи сейчас лето начинаются овощи все но у меня есть что картошечка режем ее на такие крупные кусочки не мельчите так и думаю будет нормально покидаем кастрюльку все это дело готова еще у меня есть эти как кабачки покажем кабачки кабачок кабачок есть жопу отрезаем это отрезаем режем также на квадрат все свежая сдача только вот сейчас приехал на дачу быстренько щипанул чистый фронт я вот первый раз только для вас порезали и да мужская так что мы не будем изысками заниматься на красивой нарезку порубали порубали и все делается на чем начнут есть у меня еще есть свекла свекла очень хорошо заходит сазаном особенно тушеная свековку режем просто на четыре части кидаем сюда хватит кабачка на морковка есть тоже сейчас мы и почекаем два палки нам не нужны а еще у меня есть парочка перчиков там нашел на городе еще не поспелил съемки нам не нужны а молодая совсем так что это можно и ошибка там не готова так носилась зеленюшку там петрушку лучок укропчик это мы попозже запустим теперь что следует делать следующим с овощами делать при сколько у нас получилось приличное количество овощей поливаем их растительным маслицем добрую щепоте крупной соли и свежий молотый черный перец куда же из него перемешаем это дело еще хорошо добавить капустки капуста еще не наросла у нас еще повар на толком погода нет смотрите какая красота получилась сейчас мне тут нагревается духовочка до 200 градусов уже разогретая стоит я всегда высыплю нам поставь в духовку запекаться и мы вернемся к сыну овощи в духовочке подошла очередь сазанчика здесь килограмма 2 то есть точно самый такой хороший размер кулинарный но лично нужно с ним сделать сейчас разворот чешуя с него снял помыл и вы удали уже больше с ничего не делал делаем надрез доль хребта аккуратненько видео так вот видите прорезали а если же начинается у него косточки и водитель хвоста так хвостик подрезаем до конца смотрите видно прям по позвоночнику подрезаем аккуратненько но не протыкаем насквозь вот аккуратно прям по косточкам подрезаем все это дело но не протыкаем это важно так вот и позвоночник потом пошел мы его и ребра хребет здесь видно наверно вот ребят вот эти хребтовые ребрышки на надо прям по ним аккуратненько аккуратненько срезаем их отрезаем аккуратно вот так не спеша не торопитесь нам нужно целая рыбка чтобы вот ребра я подрезал вот они закончились теперь переворачивая рыбку в обратную сторону и делаем еще один разрез доль хребта аккуратно раз и поднимаем дальше подрезаем по ребрам нож похоже дорезали до хвоста и вырезать хребтинку раз вырезали чуть-чуть еще подрежем сейчас нам все подрежут теперь берем ножик и просто вырезаем хребтинку вот друзья самая трудная часть позади у нас получился вот такой вот штука такая сейчас я нужно помыть и подготовить сейчас это уберусь и видишь он не целенький он а здесь у нас вырезан хребет из него так ну вот друзья смотрите сазанечка я помыл вот такая красота у меня получилось уже можно кушать дальше мы делаем что вот здесь у меня буквально две ложки мазика добавляем сюда любой кетчуп упала на это может томатную пасту может соевый соус добавить добавили обязательно свежего молотого и самого сознания что сейчас внутри прицепим кушку присолить надо его заливаем я использую крупную соль но вы можете мелко как вам нравится смесь мазика майонеза то есть и кетчупа смешиваем маринадик самый простякский есть у всех на рога моя дома до ложку майонеза и смазываем его прям рукой туда везде завозим засовываем готового и теперь снаружи делаем тоже самое была красивая корочка хрустящая овощи пока мы с ним возились уже подошли практически готовые как мы будем его начинять ну все вот такая штука получилось так смотрите овощички подпеклись видишь парчат и сейчас эти овощи овощами мы его за фаршируем закинул и теперь давайте еще предлагаю когда забросить баклажановики кабачки хорошо заходит чесночком нарковочка чесночком заходит буквально там два три зубчика чеснока чесночка закинем для аромата я думаю лишнее не будет делаем как нам нравится на наш вкус никого не смотрим никаких рецептов что есть то и кидаем я чесночок кидаем чесночок зеленюху пока мы у него ложат не будем вовнутрь мы потом когда он приготовится сверху засыпаем его зеленью перед подачей как грубо говоря да еще мы закинем весь чеснок куда дает еще он будет не болтаться никуда не сюда свежий этого года не на рост как следует молочный такой так но если еще нужно этого такая штука называется рукав для запекания продается в любых магазинах не проблема найти его преимущество в том что все стоки все самое вкусное остается у него внутри еще никуда не уйдешь и мы этим сейчас воспользуемся его замечательным свойством этого рукава надо как-то его туда запихнуть я еще пока это не придумал попробуем вот так начинке получилось но ничего запихаем каким-нибудь образом много не мало до заныривай дружище об она лучше я говорил засунул сейчас его тут завезу а что мы сделаем у меня есть замечательная нога шпада я делаем этот пакет и пакет порвал 2 дубля не будет уже как есть совсем то что я хотел в принципе в принципе он у меня стоит сейчас я ставлю его на тот момент где у меня пеклись овощи и закидываю в духовочку но у вас на я думаю получится посимпатичь еще у меня но ребят руки коревые вот видите как отличный размер прям вашего аккуратно протвенек все закидываем его запекаем до готовности ну вот и все сананчик запекся посыпаем еще свежим молотом черным перчиком все это дело засыпаем порублено мелко зеленюшкой вот так и польем еще вот этим соком который у нас выйдет из него пакет и разограла уже убрал вот так как видите все очень просто и пахнет просто обалденно смотрите как разваливается смотрите такое можно поставить и на праздничный стол стыдно я думаю не будет распался с маленько подостынет соки которые из него вот эти вот вышли они впитаются рыбка зелень овощи ну что еще может быть лучше так но все ребят на этом я заканчиваю пойду пробовать ну а вам если было интересно ставьте пальцы вверх кому было неинтересно пальцы вниз забывайте подписываться на канал нажимайте колокольчик не пропустить новые видео все всем до встречи всем пока